Два дома в районе Котловка на юго-западе Москвы готовы к заселению по программе реновации. В эти яркие новостройки с необычным тетрисным фасадом переедут москвичи из соседних пятиэтажек. Они находятся буквально в двух шагах. Пятиэтажкам 57 лет. После сноса на их месте построят жилье, тоже для программы реновации. Остановимся на серо-желтой новостройке. В ней 18 этажей и 121 квартира. Давайте посмотрим качество отделки и узнаем, чего ждать москвичам от нового дома по реновации. В новых квартирах отделка комфорт-класса, так что про ремонт, трату времени и денег можно не думать. Заезжай и живи. В квартире уже есть ванна, раковина, полотенцесушитель, унитаз. Пол и стены облицованы светлой керамической плиткой. Потолок натяжной, светильники, влагостойкие. Вдвое увеличилась площадь кухни. Здесь есть фартук из керамической плитки на всю длину рабочей поверхности. Раковина из нержавеющей стали и тумба. Подмойку из ламинированного ДСП. В квартирах большие балконы с панорамным видом. Нижняя часть затемнена, так что любопытных взглядов с улицы удастся сбежать. Стеклопакеты двухкамерные. На окнах москитные сетки. В комнатах белые флизелиновые обои. Можно их покрасить в любой цвет или оставить, как есть. На полу ламинат, а под ним подложка, которая поглощает шум. Дома важно чувствовать себя безопасно, поэтому во всех квартирах установили металлические стальные входные двери с повышенной звукоизоляцией. Дом оборудован противопожарными системами и приспособлен для маломобильных жильцов. Счетчики учета воды, электроэнергии, они все вынесены в коридор. Плюс стоят системы ОСКОЯ, то есть удаленно эксплуатирующая организация сможет посмотреть показания, то есть их необязательно задавать, и они видят реальную ситуацию по расходу. Лифты изготовили на Карачаровском заводе в Москве. Такие же установлены в Кремлевском дворце, храме Христа Спасителя и небоскребах на Ходынском поле. Главное – это безопасность жильцов, поэтому лифты оснастили двумя ловителями кабины и ограничителями скорости. У лифта два ловителя. Когда, не дай бог, кабина падает, то срабатывает ограничитель скорости. Он тянет рычаг вверх и срабатывает ловители. Они прошли проверку и готовы перевозить новоселов и мебель в новые квартиры. Все вопросы по переселению жители могут задать в центре информирования. Квартира у меня очень темная, потому что пол, он как бы наравне с землей. То есть фундамента нет. Он просел. И мы 27 лет живем постоянно при включенном свете, при зашторенных окнах. У меня пятый этаж. Соответственно, летом это все жутко нагревается, и находиться невозможно без кондиционирования, вентиляции. А, соответственно, зимой у нас также все промерзает и очень-очень холодно. Я проживаю на первом этаже. Это, конечно, тяжело. Коммуникация изношена. Засыряется канализация регулярно. Не могу сказать, что у меня претензии есть к управляющей компании, реагируют сразу. Но это постоянно. Крошатся стены. Бетон уже, ну, видимо, он отслужил свое. Больше всего мы переживали у нас бабушка. Она болит в первой группе. Она даже сейчас вот в окошко там выглядывает, смотрит. Мы не раздумывая, получившие смотровой. Тринадцатый этаж нас не смущает. Это как бы не счастливое число. У меня жена тринадцатого числа родилась. Это мы сразу согласились, не раздумывая. Естественно, мы получили порядка 20% метража больше. И кухня больше. Мы счастливы и довольны. Мы не верили в то, что это когда-то все-таки произойдет, случится. У нас некоторые люди даже плакали от счастья. Моей семье дали квартиру на шестнадцатом этаже. Мы счастливы. Очень довольны, что получили здесь очень хорошую трехкомнатную квартиру. Очень большой балкон. Кухня хорошая. Ну, устраивает просто все. Довольны тем, что остались в этом же районе. Это очень хорошо. Мы сами здесь выросли. И дети у меня выросли. И внуки, и внук в школу ходит. То есть ни школу менять не надо, ничего. Очень понравилось и здесь качество отделки. Конечно, мы получили больше, чем имели. Поэтому мы очень рады. Москвичи при желании могут переехать и в другой район. Но такой переезд состоится только с письменного согласия собственника квартиры. Решение вопроса переселения в другой район – это наличие в собственности фонда свободных квартир, которые могут быть предложены согласно этому постановлению. Это будут штучные решения, это будут единичные решения. И никакой массовости, безусловно, в этом не будет. Процесс будет проходить с помощью договора Мены, без доплаты как со стороны собственника, так и фонда. Предлагаемая квартира в другом районе будет соответствовать всем критериям программы реновации. Ольга Зиневич, Иван Коробков, Олег Красанов. Строймос.ру